Всем привет, с вами Бивер и настольные игры. Сегодня мы продолжаем игру с Roll'n'Ride механикой. И на очереди у нас игра Die Stars от Bruno Catale. Для него нам понадобятся специальные планшетики, которые можно будет скачать в описании. И вот такой вот набор кубов. Два черных, три красных, четыре синих и пять желтых кубов. Вообще они должны быть кастомные, на гранях единицах и на желтых еще единицах и двойках должны быть у нас звездочки. Однако я немножко изменил планшетики для того, чтобы можно было играть с обычными кубами. Здесь у нас сверху есть специальные значения о том, что единица у нас в синим, красном и черном это звездочка, а в желтом это единичка и двоечка. Остальные позиции остаются неизменными. В общем-то это игра от одного до четырех игроков и для нее нам нужна еще и специальное приспособление в виде мешочка. Но у меня мешочка нет, это будет кружечка Выкрут Айс, которую я выиграл, играя на турнире в Украине. Кстати, не помню, это было по-моему кружечка во Львове, я заработал ее. Но не суть, не об этом сейчас речь. Речь сейчас о игре Day Stars, извините за печать, такая какая получилась, такая получилась. Ладно, хватит. Итак, набор кубов вот такой вот, мы его забрасываем сюда в пул и как же происходит игра? Но очень все просто. Значит, в свой ход игрок, если в пуле у нас нет никаких кубов, должен достать три куба. А если нет, то может сделать выбор один, два или три куба достать из пула. Ну, как бы первый игрок, я же сказал, уже три должен достать куба обязательно, поэтому он объявляет, что он берет три куба, надо всегда объявлять, сколько ты кубов берешь, доставать их и кидать. После того, как кубы кинуты, игрок может сделать следующее. Первое. Он, точнее он должен сделать следующее, он должен выбрать комбинацию из либо по цвету, либо по номиналу и записать ее в белые ячейки, которые у него есть на поле. В данном случае мы можем взять либо две тройки, либо же тройку и двойку черные. Ну, к примеру, мы берем две тройки. Значит, каким образом мы записываем? У нас здесь слева отмечаются циферные значения, сверху у нас отмечаются цветовые значения. Если мы берем цифры, мы смотрим слева направо, если мы берем цвет, мы смотрим сверху вниз. Две тройки. Первую ячейку, которую мы берем по количеству кубов, мы смотрим, сколько мы будем закрывать. Первую ячейку мы закрываем крестом, во вторую мы пишем сумму тех результатов кубов, которые мы взяли. Ну, к примеру, здесь шесть. И мы записываем сюда шестерку. Те кубы, которые мы использовали, откладываются в сторону. После этого следующий игрок делает свой выбор. Ну, к примеру, опять это три куба. Он достает, но, кстати, он может взять один, два или три, так как у нас здесь уже есть кубик. Хотя бы один. Но, кстати, если кубы, которые лежат у нас в пуле здесь, показывают звездочки, то есть единички на черном, красном или синем кубе, либо же единички и двоечки на желтом, то игрок обязан взять три куба. Это правило такое. Итак, три куба, они бросаются. Один, пять, четыре и так далее. Так, игрок теперь может сделать выбор. Либо он возьмет две звездочки, либо возьмет белые, желтые, точнее, пятерку, единицу, либо пятерку, либо четверку. Ну, к примеру, он может взять две звездочки. Что происходит, когда игрок берет две звездочки? У нас есть специальное поле для звездочек. Эти звездочки дают множители в конце игры для тех позиций, для тех очков, которые мы наберем в конце игры. Однако, они даются только тогда, когда полностью закрыты все ячейки в горизонтальном ряду. То есть, если игрок закроет здесь две ячейки с помощью этих двух звездочек, то в конце игры за ряд с двоечкой он получит множитель, два, за те очки, которые он наберет здесь. Но если же в конце игры у него будут открыты ячейки, к примеру, вот так, то этот ряд вообще не принесет очки. После того, как были использованы звездочки, все кубы, которые есть у нас в сбросе, они отправляются снова в пул. Не в пул, а в общий запас. И снова следующий игрок берет у нас кубы, бросает их, и теперь есть возможность, к примеру, взять три тройки. Тоже неплохой вариант. Мы закрываем раз, два, и сюда пишем сумму. Зеленые ячейки, которые у нас есть здесь, это как бы дополнительные ячейки, которые необходимо использовать в тех случаях, когда нет возможности закрыть уже белые ячейки. К примеру, если кубы так легли, что нет возможности использовать кубы, чтобы закрывать вот здесь, то придется уже залазить и на зеленые. Это не запрещается. Самое главное, что в ход игрок обязан использовать какую-то комбинацию для того, чтобы закрыть. И если же это ему не удается сделать, то приходится получать штрафные очки, которые записываются вот сюда. Игрок все равно должен будет выбрать один из кубов и записать их сюда, что само по себе и начинает последний раунд в игре. Также раунд заканчивается тогда, когда игрок закрывает полностью все ячейки в белом секторе. Если же все ячейки полностью будут закрыты, начинается последний раунд для всех игроков, и после этого игра оканчивается. Да, ну и пожалуй покажу еще, как по цветным закрывать. Вот я возьму три куба, киним их, ну и возьмем, к примеру, вот эти вот два желтых куба. Это 11, и мы закрываем здесь, пропускаем ту ячейку, на которой у нас уже есть отметина, и пишем сюда 11. Вот таким вот образом мы закрываем те ячейки, которые уже были, пропускаем те ячейки, которые были уже закрыты. Ну и к примеру, в конце игры мы получаем такой результат, что у нас в первом, здесь у нас 8 очков, а здесь у нас 9 плюс 6, это 15 очков, здесь у нас 32, здесь всего 5, а здесь 25. Минусовых очков у нас нет, теперь мы смотрим сюда. По первой у нас обе ячейки закрыты, поэтому мы получаем множитель 2 для данной колонки, поэтому 8 на 2 это 16 очков. Здесь, к сожалению, у нас не все кресты закрыты, поэтому 15 очков мы вообще не получаем. 32 очка, 5 и 25. 78 очков в сумме, если же нет, то можно было еще вычесть отсюда результат, и в общем, вот таким вот образом и определяется победитель в игре. Кроме того, я забыл сказать, что есть еще и соло-партия, она играется немножко по иным правилам, поэтому сейчас мы посмотрим, как она играется. В принципе, все изменения в соло-партии касаются лишь того, что мы играем против нейтрального игрока, который немножко нам будет мешать, закрывая вот эти вот ячейки. Но только этим, больше ничем. Как происходит игра? Все правила остаются неизменными, и игрок играет сам против себя. Он достает сперва 3 куба, кидает их, ну и выбирает те результаты, которые хочет использовать. В данном случае, к примеру, это 9, желтый цвет, он закрывает здесь и пишет 9, и выбирает кубы. После этого игрок должен записать кресты сюда, в ячейке, в зависимости от того, какие кубы у него остались. Если же не осталось кубов вовсе, кресты не ставятся. Если же остались здесь только звездочки, не обязательно одна, а несколько, возможно, то закрывается только одна ячейка. И если же здесь остались циферные кубы, ну, к примеру, допустим, вот такая вот комбинация, то есть здесь у нас 12 плюс 3, 15 очков, то за каждые 5 очков, которые здесь есть, закрывается один крест. В данном случае их 15, то есть 3 креста. А вот если собралась здесь комбинация из звездочек и цифр, то считается сумма цифр, в данном случае 12, и происходит умножение на 2. То есть 12 на 2, 24, 24 это не полных 5 звезд, то есть 5 звезд мы рисуем. Раз, два, три, четыре, пять. 5 крестов. Вся игра длится до момента окончания игры, в которой наступает либо победа игрока, возможной, если он успевает закрыть полностью все ячейки в белом секторе, тогда наступает конец игры, либо же закрывает вот здесь вот минусовую ячейку, также начинается конец игры. Однако проиграть ее можно и досрочно, если противнику, точнее нейтральному игроку, удастся закрыть все ячейки, которые у него здесь есть крестами, тогда игрок автоматически проигрывает. А так, если удается закрыть все ячейки, подсчитывается результат общий, и игроку необходимо обогнать нейтрального игрока, который получает по 5 очков за каждый крест, который есть у него здесь на поле. В общем, и все. Очень классная игрушка. Да, действительно в нее очень интересно играть. Боно Катало показал себя с отличной стороны, когда создал эту игру. Причем в нее интересно играть не только группой, но и в соло. Действительно классно сделано, и все решения, которые ты принимаешь относительно тех кубов, которые ты берешь, которые оставляешь, влияют на партию, тем самым ты каждый раз добавляешь некоторые кресты для игры, для партии, и в соло партии чаще приходится забирать звезды из пула, чтобы не умножать те очки, которые уже есть там. Это действительно меняет немножко схему партии относительно того, когда ты играешь на 2, 3 или 4 игрока в Dice Stars. В общем, на этом все. Если вам понравилось данное видео, ставим палец вверх, подписываемся на канал, конечно же, оставляем комментарии под видео. А всем этим вы помогаете каналу Beaver Games в развитии. Любите настолки, играйте. В них на с вами был Beaver и канал Beaver Games. Еще увидимся.